Вопрос неблагополучия, преступности и правонарушений в подростковой среде, к сожалению, все еще открыто находится на постоянном контроле сотрудников Управления внутренних дел. В последние годы наряду с широко распространенными типами правонарушений среди подростков все чаще мы слышим о преступлениях в сфере высоких технологий. Это и другие важные темы обсуждались в ходе правового брейнринга в согласии с законом на базе средней школы номер 9 города Бреста. Тематический брейнринг включает четыре направления деятельности. Это дорожная безопасность, детская милиция, инспекция по делам несовершеннолетних, киберпреступность и наркоконтроль. Это основные сферы деятельности, где проводится большая часть профилактической работы с участием детей и подростков. Потому что дети определенной категории, дети определенного возраста очень часто попадают под влияние где-то плохой компании, либо под влияние непосредственно взрослого человека, который и подталкивает его к тому, что тот совершает преступление либо правонарушение. Любому подростку очень важно знать об законах со школьной скамьи для того, чтобы обезопасить себя в будущем от неприятных ситуаций. Знание законов важно в первую очередь для того, чтобы не работало правило. Знание законов не освобождает от ответственности. В брейнринге участвовали две команды. Ребята, с которыми уже проводится профилактическая работа инспекции по делам несовершеннолетних, соперничали с учащимися средней школы. Такая форма общения сама по себе очень интересна, так как процесс захватывает всех, как самих участников команд, так и болеющих зрителей. В ходе игры все ребята продемонстрировали высокий уровень знаний по разным вопросам. Например, каким негативным последствиям может привести в дыхание наркотических средств. Дыхание наркотических средств может негативно отразиться на дыхательных путях и легких. То есть, если это рабочее изделие, допустим, то это накопление смолы различное. То есть, может привести к различным последствиям. А также, если тоже было как курение, то смола может привести к проститу курищей, как называемой ложечкой расчетной, что постоянно кашет. АПЛОДИСМЕНТЫ Основной задачей сотрудников Управления внутренних дел и учреждения образования в работе со всеми подростками является именно доброжелательный диалог и позитивное настроение. Ведь все мы знаем, что негатив разрушителен. Каждый ребенок должен понять, что инспектор милиции, милиционер, правоохранитель – это его друг, к которому всегда можно обратиться по любому вопросу. Если даже с родителями возникают какие-то моменты, вопросы, и ты не можешь обсудить ту или иную тему, всегда есть инспектор по делам несовершеннолетних, который закреплен за каждым учреждением образования, к которому можно обратиться, он может подсказать, либо вывести из какой-то неприятной ситуации и помочь разобраться со сложным вопросом. Проще предупредить, чем потом наказывать детей. Поэтому вся работа в школе, она в принципе строится на профилактику. Мы взаимодействуем с инспекцией по делам несовершеннолетних, с комиссией по делам несовершеннолетних, и данные мероприятия носят как раз-таки такой образовательный характер, развивающий характер, познавательный характер. Они учат детей соблюдать закон. Всегда нужно помнить, для того, чтобы ребенок не попал в ситуацию, из которой выхода уже не будет, задача взрослых – говорить с ними. Делать это должны не представители учреждения образования и правоохранительных органов, но все-таки лучше, если это в первую очередь будут делать родители.